Неизвестные готовят пищу прямо на могилах заброшенного кладбища в центре Алматы. А мусор выбрасывают туда же. Местные жители обнаружили, что в некоторых захоронениях есть подозрительные подкопы. Но самое неожиданное, что могилы располагаются прямо во дворах домов. Наш корреспондент Жанар Канафина расскажет подробности. Евгения Морозова рассказывает о малостаничном кладбище, об известных людях, которые здесь нашли последний покой. Говорит, что самая старая надгробная табличка датируется 1901 годом. Но постепенно история стирается из памяти горожан. Кладбище сейчас заброшенное и такое удручающее впечатление. С одной стороны, тишина, благодать, большие красивые деревья. А с другой стороны, здесь собираются всякие непонятные личности. И местные жители, как я знаю, не жаловались даже в Акимат. Говорили о том, что им тут мешают спокойно жить. Ну и мы, собственно, это видим. Местных жителей соседство с могилами не особо удручает. Гораздо больше волнуют мусор и грязь, которые остаются после случайных посетителей. Здесь живем с детства. На могилках здесь жить не страшно. Единственное то, что здесь наркоманы ходят, алкаши. Только их боимся. А так ничего страшного нет здесь. В этой части кладбища мы обнаружили настоящую мусорную свалку. А здесь люди разводили костер прямо на могиле. И вокруг очень много покореженных надгробий, которые давно уже никто не навещает. Земля под кладбищем все еще государственная. Нас, правда, заверили, что коммунальные службы Акимата Медеевского района периодически мусор убирают. Но кто уследит за местом, которое большей частью уже давно заброшено? А эта неизвестная могила расположилась прямо на заднем дворе дома. Жильцы говорят, соседство давнее. И живые и мертвые друг другу не мешают. Римма Горынина живет в этом доме с самого рождения. Говорит, что землю ее бабушки выдали в совхозе Луч Востока, где она выращивала огурцы и патиссоны. За могилами вокруг дома она ухаживает много лет. И никакого дискомфорта для себя не видит. У меня два деда фронтовика здесь лежат. Если тут вот говорят, сделать парк, что-то там снести, я против. Это моя... Тут, вы знаете, у нас пыли нет, у нас тишина, птицы поют. Фазан прилетел. Вот бегает кекрик этот. Белки скачут, сороки, дроздики. Тут, не знаю, тут райское место. Ну и что, что кладбище. В Акимате Медеевского района нам рассказали, что не раз возводили ограду вокруг кладбища. Но каждый раз её сносили неизвестные. Последнее захоронение здесь было 45 лет назад. По закону, кладбище может стать парковой зоной. И такое предложение поступало от горожан. Когда-то из-за того, что кладбище нигде официально не значилось в базе, здесь стали выдавать земельные участки. Поэтому мы видим, что здесь есть и дома. Сейчас начала свою работу комиссия. Она всё выяснит, кто законно строился, кто незаконно. Но это работа не одного дня. В комиссию обещали включить как местных жителей, так и тех, чьи родные покоятся здесь. Их мнение будет учитываться в первую очередь. Жанна Арканафина, Даулет Кушеев, Алматы, Первый канал, Евразия. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова